Республику в ближайшие пять лет ждут масштабные изменения в основных сферах жизни. К 24 июня все главные мероприятия будут прописаны в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии. Над документом работают федеральные и региональные эксперты. Сегодня в Доме правительства в режиме ВКС они обсудили дальнейшее развитие здравоохранения. В видеоконференции участвовали вице-премьер республики Алла Салаева, генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Миламет. Он курирует разработку очень важного для республики документа. Его ключевые позиции и определят развитие Чувашии на ближайшие годы. Одно из направлений строительства больниц и реабилитационных центров. Действующие сегодня медицинские учреждения уже доказали свою конкурентоспособность на уровне страны. Те центры высоких медицинских технологий, которые есть в Чувашии, это отдельная тема и отдельное достижение, я бы сказала, Чувашии. Это и центр микрохирургии глаза, это и, безусловно, центр эндопротезирования, федеральный центр эндопротезирования. То есть это два центра, которые не просто создают в Чувашии центры высоких медицинских технологий, но и создают возможности экономического роста, поскольку это привлечение пациентов из других регионов, это с ними приезжают и сопровождающие лица, то есть это и рост экономики. То, что было создано в Чувашии, это великолепная сеть офисов врачей общей практики, то есть это очень разветвленная сеть первичного звена. Поверьте, что этого далеко нет сегодня во многих регионах. Именно такие центры способны привлечь пациентов из-за рубежа. Определенный опыт есть у микрохирургии глаза. Но чтобы поставить это на поток, надо на законодательном уровне решить вопрос с медицинской визой. Крайне важно продолжить модернизацию имеющихся больниц и строительство новых. Если на сегодняшний день рассмотреть концептуально строительство новой, большой, современной, многопрофильной республиканской больницы со всеми новыми СНИПами, САМПИНами, которую можно рассматривать и как межрегиональные центры, правильно, рядом Межкарала, которая может совершенно спокойно какую-то часть объема разместить и на наших площадях. Поэтому в данном случае, мне кажется, есть смысл, даже вот те коллеги, которые сейчас находятся на вере с ректором на совещании, то есть они готовы стать участниками рабочей группы, я думаю. Я думаю для того, чтобы представить свои предложения именно концептуально. Сделать новую, современную республиканскую больницу, ну, корпуса мы же знаем, там уже корпуса старые, особенно дальние корпуса. Перспективы масштабные. В социально-экономическую программу развития региона внесут строительство еще нескольких медицинских учреждений. Республиканской многопрофильной кардиологической больницы в Новом городе. За пределами Чубактар туберкулезной и инфекционной больниц. Вновь зашел разговор о создании реабилитационного кластера санаторно-курортного лечения в Чувашии. Пока он только в стадии формирования. Для создания на базе таких санаториев, как Чувашия, Надежда, Чувашия Курорт, инновационных реабилитационных центров понадобятся большие вложения. Но и отдача будет несравненно большей. Для примера, грязелечебница в санатории Чувашия Курорт на процедуры за сутки может принять тысячу человек. За последние годы в него уже вложено около 300 миллионов рублей. По оценке экспертов, санатории республики могут стать конкурентоспособными по качеству оказываемых услуг на рынке. С точки зрения грязи и грязелечебницы, сегодня она является уникальной в стране, которая сохранила вот тот потенциал и возможности с таким количеством лечения в течение суток. На селекторном совещании обсудили и возможность организации реабилитации в Чувашии военных и спортсменов. Генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломет рассчитывает, что проектно-сметная документация по строительству объектов будет готова в самые короткие сроки. Это позволит войти в федеральные программы финансирования на 2022-2023 годы.